Из этого ролика вы узнаете, где зарегистрировали вечный двигатель, когда смерть клеток – это хорошо, и как клетки умудряются проникать сквозь преграды из других клеток, как двигаются боты на оптических моторах, и как связано глобальное потепление и эпидемии. Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, а меня зовут Владимир. Телескоп James Webb завершил юстировку главного зеркала и всей оптической системы. Все изображения, получаемые с 18 сегментов зеркала, теперь совпадают. Пробные снимки галактики Большое Магелланово облако, полученное разными инструментами и датчиком наведения, признаны достойными. Теперь впереди калибровка научных приборов. Нам остается около двух месяцев до первых полноценных изображений и данных. Одно из самых ожидаемых научных событий года. Интересно, что в целом первичная юстировка Уэбба проводилась по звезде, а ведь по звездам юстируют и домашние телескопы, добиваясь изображения как слева на картинке. Великое и обыденное часто очень близки. Но еще ближе к вам свежий выпуск самых интересных новостей науки за предыдущую неделю. И как обычно, все ссылки на источники и подробности будут в описании. Если же вдруг что-то не открывается, то VPN вам в помощь. Мы уже не раз рекомендовали вам ставить VPN, и при подготовке материалов к этому выпуску мы столкнулись с блокировкой в России некоторых научных журналов и сайтов. Существует множество вариантов обхода блокировок, и мы даже сделали специальный выпуск об этом. Однако некоторые бесплатные VPN-сервисы страдают ограниченными возможностями. Они урезают скорость и могут даже собирать ваши персональные данные. Поэтому, если вы хотите и далее безопасно получать всю доступную информацию, читать независимые СМИ и пользоваться заблокированными в России соцсетями, то мы рекомендуем вам отличный бюджетный вариант от Surfshark. Покупая одну подписку, вы можете пользоваться сервисом на неограниченном количестве устройств одновременно, включая не только смартфоны и ПК, но даже игровые приставки, смарт-ТВ или сможете настроить VPN прямо на своем роутере. Surfshark позволяет одним кликом выбирать IP разных стран. Сам сервис располагается на британских Виргинских островах, законодательство которых позволяет компаниям не регистрировать данные своих пользователей, чем и пользуется сервис. Поэтому его серверная сеть оснащена только оперативной памятью. Передаваемые данные защищаются с помощью шифрования и надежных VPN-протоколов. Если вы хотите удвоить уровень конфиденциальности, то у Surfshark есть функция Multihop, которая позволяет разместить сразу два VPN-сервиса между вами и онлайн-пунктом назначения. Дополнительно можно включить блокировку рекламы и вредоносных сайтов, а также раздельное туннелирование для того, чтобы отдельные приложения или сайты работали без VPN, и тогда вам не придется постоянно включать и выключать его при использовании, например, банковских приложений. Ну и самое вкусное напоследок. По промокоду QWERTY вы получите скидку 83% и 3 месяца в подарок. При этом для вас действует 30-дневная гарантия возврата оплаты, если вдруг вам что-то не понравится. Устанавливайте VPN и оставайтесь на связи с миром. Ссылка для скачивания приложения будет в описании. Всем известно, что свет может оказывать давление на поверхность. Опыт Лебедева достаточно знаменит, а эксперимент с фольгой можно сделать даже в домашних условиях. Ну а солнечным парусом всерьез занимается NASA. В обычной жизни этот эффект, как правило, незначителен, пока мы не опускаемся на микроуровень. Вот так выглядит микробот или даже микродрон, который управляется давлением света. Его размеры всего 2 микрометра, а весит он пару пикограмм. То есть он меньше эритроцита в 3 раза. Его корпус сделан из полимера с невыговариваемым названием, а в качестве движителя используется группа золотых наночастиц, наностержней. Их расположение делает из них плазмонные наноантенны. То есть они рассеивают в определенном направлении падающее на них электромагнитное излучение определенной волны. То есть, если посветить на них лучом с определенной длиной волны, то они перенаправят свет в нужную сторону, а отдача заставит их двигаться в другую. Сочетания наноантенн позволяют добиться разных конфигураций оптических моторов. Поэтому микродроны в одной толпе могут быть абсолютно разными и по-разному реагировать на разное лазерное излучение. А это значит, что они могут выполнять разные задачи и обеспечивать перемещение объектов по сложным траекториям. Среди микродронов есть даже такие, которые по поведению схожи с квадрокоптерами. То есть могут смещаться вправо-влево, вперед-назад и поворачивать. В воде скорость микроботов составила 8 нанометров в секунду. Ботам немного не хватает обратной связи, поэтому броуновское движение частиц в жидкости сбивает их с пути. Но в будущем это поправят. Россия это страна возможностей. То, что неприемлемо во всем остальном мире, может свободно происходить у нас. Это касается и вечного двигателя. А точнее, роторного инерционного двигателя, который запатентован в российском ведомстве вот уже с 2020 года. Патентные ведомства всего мира такие заявки не принимают по очевидной причине. На всякий случай напомню, что вечные двигатели невозможны из-за конфликтов с термодинамикой, ее вторым и первым законом. Метеокаку относит перпету мобили к единственному классу поистине невозможных вещей, третьему, наряду с предсказаниями будущего. Но что же случилось с Роспатентом? Почему он запатентовал устройство, которое, позвольте процитировать, использует для своей работы экологически чистую, возобновляемую энергию силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающиеся с одинаковым с ротором двигателя угловой скоростью? Как оказалось, все очень просто. Патентуемая Роспатентом вещь не обязательно должна выполнять заявленную функцию. Вот что там заявили. Решение по всем заявкам на изобретение принимается по результатам проведения экспертизы. Экспертиза включает в себя информационный поиск и проверку соответствия заявленной разработке условиям патентоспособности. При этом экспертиза не подразумевает проведение реальных экспериментов и опытов, подтверждающих работоспособность разработки. В общем, заявки должны быть исключительно материалы, которые позволяют воспроизвести устройство. Как объясняет сам автор принцип работы своего устройства, мне понять не удалось. Можно прочесть его слова в статье, ссылку на которую мы оставим в описании. Надо сказать, что Роспатент далеко не сразу разродился патентом. Сомнения у него все же были. Само устройство должно работать примерно как центробежный насос, забирающий жидкость по оси вращающегося барабана и выбрасывающий ее под центробежным напором через реактивные сопла на периферии барабана. Что должно, по идее, приводить к ускоряющейся раскрутке барабана. Барабан необходимо первоначально раскрутить, а затем энергия силы Луны или чего-то там будет поддерживать движение. Еще и давать дополнительную мощность. Но гениально же! Кстати, а что бы вы предложили запатентовать, учитывая все вышесказанное? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Наша внутренняя полиция, ее первая линия – это макрофаги. Эти клетки иммунной системы умеют захватывать и уничтожать бактерии, умершие клетки, проникшие в организм токсины. Они накапливают антигены и участвуют в распознавании угроз. Макрофаги различаются по видам. Например, есть тканевые макрофаги, специфичные для отдельных видов тканей – печени или нервной системы, например. Они там живут буквально с рождения организма. А есть макрофаги, обитающие в кровотоке. И когда необходимо среагировать на опасность, они перемещаются в нужную локацию и активируются. Так-то добраться они могут куда угодно, благодаря разветвленной дорожной системе. Но до сих пор неотвеченным оставался один вопрос. А как макрофаги проникают в плотные ткани и работают внутри них? Кстати, то же самое касается и метастаз. Нет, если есть межклеточное пространство, поры и все такое – все понятно. Но часто проникнуть нужно именно сквозь плотную ткань. Какую-нибудь эпителиальную, где клетки очень точно и плотно прилегают друг к другу. Как-то втиснуться между ними нет никакой возможности. Или есть. Сим-сим все же иногда открывается. Для этого нужно, чтобы клетки тканей начали делиться. Тогда они утрачивают свою геометричную четкую форму, идеально подходящую для бесшовной кладки, и становятся просто округлыми. При этом связи с окружающими клетками нарушаются. В этот момент макрофаг и пользуется возникающей щелью. Он вытягивается колбаской, ядро смещает на нос, защищает его особой цитоскелетной броней от повреждений и проникает в плотную ткань. Вслед за первым следуют и другие макрофаги, прямо как при штурме крепости. Вот так выглядит момент инфильтрации. Цветовая гамма прям напомнила Сэма Фишера. Этот метод подсмотрели в эмбриональных тканях дрозофил. Но есть вероятность, что те же механизмы используются у млекопитающих, а также свойственны не только для макрофагов, но и для других типов перемещающихся клеток. Почти все клетки смертны. Однако разнообразных возможностей умереть у них гораздо меньше, чем у нас. Премия Дарвина для них не актуальна. Для организмов вообще очень важно избавляться от клеток, когда те слишком мутировали, повреждены и становятся опасными. И для этого есть инструменты. Видов программируемой клеточной гибели различают чуть больше десяти. Но основных три. Некроз, аутофагия и, наверное, вы часто слышали и про апоптоз. При апоптозе клетка получает сигнал и распадается на фрагменты, которые затем успешно фагоцитируют макрофаги. Или поглощают соседние клетки. Никакого воспаления. И недавно у тех же дрозофил, о которых мы говорили в предыдущей новости, ну не конкретно у тех же самых, а просто у плодовых мушек, открыли новый тип клеточной смерти. Он характерен для клеток кишечника и, как оказалось, очень важен для метаболизма. Назвали его эребоз. И, как по мне, так это звучит примерно как заболевание короля под горой. Давайте вспомним, что характерно для клеток кишечника. Они постоянно обновляются, в том числе из-за того, что агрессивная среда их повреждает. Считается, что после с ними случается апоптоз. Иммунитет их утилизирует, новые клетки встают в строй, но есть нюансы. Точнее, ученые сконцентрировались на ферменте под названием анси. Энс. Он отвечает за снижение давления. Фермент экспрессировался в мушином кишечнике, но неоднородно. В тех клетках, где его было больше, наблюдались отрицательные изменения. У них были проблемы с цитоскелетом, с ядром, с мембранами и так далее. В общем, они умирали. И тогда ученые поняли, что имеют дело с новым типом клеточной смерти. В отличие от апоптоза, который очень быстрый, буквально взрывной, эребоз медленный и размеренный. Рядом с умирающими клетками часто располагались новые, поэтому систематика обновления ткани вроде бы налицо. Однако эксперименты с ручным добавлением энс результатов не дали. Поэтому скорее этот фермент является маркером, чем инициатором процесса. А это значит, что весь механизм эребоза еще только предстоит открыть, а мы сейчас зацепили только верхушку айсберга. Также еще предстоит понять, а характерен ли этот вид клеточной смерти для других животных. Глобальное потепление может принести проблемы несколько с неожиданной стороны. Речь идет о вирусах. Причем мы говорим даже не о мутациях, а о распространении. Напомню, что некоторые пандемии начинаются с относительно тесного общения человека с животным. Вот совпали ареал обитания. Столкнуться с летучей мышью и, пожалуйста, мышиный патоген попадает в человеческий организм и при неудачном для организма стечении обстоятельств развивает там бурную деятельность. Но и мышь необязательно для этого есть. Она может чихнуть на вас, ее фекалии могут попасть в воду, можно наткнуться на труп в конце концов. Ну а теперь к самой сути. Глобальное потепление меняет ареалы обитания животных. То же самое вообще-то происходит и из-за человеческой деятельности, обеспечивающей изменения ландшафта и сокращения лесов, но последняя работа сконцентрировалась именно на изменениях климата. Из-за осушения некоторых земель и затопления других, животные будут искать новые места для проживания. Модель, учитывающая поведение 3000 видов млекопитающих, показало, как изменится их распределение к 2070 году. Наибольший приток произойдет в густонаселенные регионы Африки и Азии. Это приведет к увеличению интенсивности обмена вирусами между млекопитающими в 4000 раз. Разумеется, это не означает, что вероятность заражения человеком возрастет во столько же раз. Это общие контакты всех видов млекопитающих. Но знаете ли, в любом случае, вероятность запуска новых эпидемий, спровоцированных таким значительным ростом контактов, тоже увеличится. Самое интересное, что в статье говорится, что климатический вирусный обмен уже начался. И, пожалуйста, в качестве решения проблемы не нужно предлагать уничтожить всех животных. Лучшей новостью предыдущего выпуска вы признали новость про то, что Большой Адронный Коллайдер запустили в третий раз. Энергия и светимость поднимутся в два раза, а эксперименты будут направлены на уточнение стандартной модели, попытку заглянуть за ее пределы и изучение физики космических лучей. Уже в прошлый вторник энергия пучка циркулирующих в кольце бака протонов поднялась до 6,8 терраэлектронвольт, что превысило энергию, достигнутую в предыдущем запуске. До заявленных 13,6 терраэлектронвольт осталось полпути. Столкновения протонов еще не происходят, поэтому и детекторы простаивают. Но это ненадолго. Ну что ж, а на этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Вы, как всегда, можете проголосовать за самую интересную новость выпуска в нашем телеграм-канале. Поделитесь этим роликом со своими друзьями, поставьте ему лайк, подключите себе VPN и до скорых встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok